Маши приветики. Приветик. А я вам яблочко даю. Мы въехали в Москву, и она сегодня так же и вчера, когда я гуляла, вот здесь я гуляла, мимо этого здания ходила, проникла. Да, и так же пусто было и прекрасно. Как тебе пустая Москва? Да. Я очередной раз говорю. Мне очень нравится Москва. Вот чего мне не хватало в Краснодаре, это именно вот этого простора. Здесь прям, знаешь, как будто бы ощущение, как дышать свободно. То есть ты едешь, посмотри, посмотри, простор. А в Краснодаре, ну, как бы, понимаешь, ты себя чувствуешь зажатым. И еще есть вот определенный такой минус в Краснодаре, который я для себя, да, внутренне определил. Нет такого места, где у тебя радуется глаз. Нет, они и есть, но их мало. Я вчера то же самое говорила, не поверишь, я вот тут ходила, и тут ходила, и там ходила, и не могла находиться на самом деле. А вот почему? Потому что мне даже интересно было туда пройти, а что там? А во дворе интересно, а там интересно. Вот что-то все интересное вдруг стало. И действительно, я начала почему-то вчера, ну, одна же была, размышляла над Краснодаром. Если мы вернемся, то мы будем, ну, вот, хочется жить в другом районе. У Краснодара есть другой район, в котором более глаз радуется. Но Москва это разнообразие. Это действительно, вот, ну, большие сооружения, масштабы, и настолько много хочется куда сходить. Вот этот вот интерес. Он интерес не пропадает, когда ты тут живешь, на самом деле. Просто времени там не было у нас раньше, там 3-е, 10-е, да. Но, тем не менее, всегда хотелось на выходные куда-то в новенькое место сходить. И такая возможность есть. И возможность есть. А особенно с детьми. Ну, блин, прикольно. Мы сейчас, конечно, там, скажете, вернетесь, не вернетесь. Нет. Мы жить так не будем. Но фрагменты, которые мы будем тут пребывать, они прикольные. Смотрите, что мы увидели. Первый раз в жизни я в Москве вижу такой светофор для велосипедистов. Так круто летят листики кленовые. Прям, как в этом, в сказке. Смотри, как. Какое же красивое время. Боже мой. Жарко становится, ребятки. Вообще нам повезло-преповезло. Приповезло-преповезло-преповезло. Столько желтых такси. Я даже вчера... А, нет, когда вчера в аэропорту мы когда были, я появилась одна мысль, что это очень похоже на Нью-Йорк из фильмов, когда по городу и в аэропорту только один такси. Один такси желтенькие. Я, кстати, вчера ехала на желтом такси. По Москве это жутко комфортно. Все стояли в пробке. Мы ехали по выделенной полосе. За совершенно скромные деньги. Вообще очень круто. Москвулечка любимая моя. Вот люблю ее, но не жить в ней. А-а-а. Мы как ревизоры. Все время приезжаем. Так, то изменилось, все изменилось. Ну и ладно. Ну и ладно. Все нормально, все под контролем. Конечно, упустить такой момент, гулять вот этой золотой осенью в шикарных парках Москвы, мы не могли. А я на самом деле, нам жутко повезло. Прямо очень и очень сильно повезло. Потому что вот, когда мы жили в Москве, всегда пропускали этот период. Он очень коротенький, когда листья желтые. И при этом солнышко светит. Там это буквально одни выходные какие-то. Мы всегда их пропускали. А теперь круто. Он прям фортит на каждом шагу. Класс. Смотрите. Конечно же, мы в Москве. Редко друзья у нас здесь есть. И мы сегодня собрали всех. Будем гулять вот в парках. Сейчас в музеоне чуть-чуть походим, пофоткаемся. Тут красота на каждом шагу. Потом переместимся в парк культуры. Вот, напротив. Вот, нашли мы такой клевый тут пейзаж. Смотрите. Как из сказки какой-то просто. Ой, маленькие пихточки. Красивоучие. Дарина, можно бегать, собирать листики. Дарина, можно бегать, собирать листики. Дарина, можно бегать. Вкусный морс? Нет. Нет? Ты танцуешь и поешь. Красавец. Ну как там мой венок? Пользуется успехом. За 500 рублей сдал на фотосессию. Говорю, на свой фотоаппарат тысячу, на наш полторы. Не брали? За тысячу взяли нормально. Еще одни ребятки подошли. Тоже вот, пофоткаемся с листиками. Все один пейзаж и весь инстаграм в листиках. Да, Григорий? Да. А я планирую пойти машину переставить. Потому что нам сказали, что сегодня, кажется, везде по городу бесплатная парковка. А в том месте, где я встал, она стоит 10 рублей в час. Поэтому я лучше оттуда выеду и стану где бесплатно. Хотя и туда мы стояли довольно-таки долго. Полчаса. Полчаса. В очередь на парковку. На платную. Ну а как же ты попадешь на бесплатную? Я выйду и парканусь где-нибудь вдоль дороги. Будем ли мы потом ее искать на штрафстоянке какой-нибудь? Нет? Ну это будет, по крайней мере, интересно весь. Все повезло нам с погодкой, с природкой. Вот такую Москву мы любим. Мне кажется, сегодня все вышли погулять. Так как выходной. Еще несколько дней будут теплые очень. Вообще сегодня покров. И какой сегодня день, такая и зима. Вот по народным приметам. Если будет такая зима, то может нам никуда и не уезжать. Давай шапку наденем. Пофоткались и идем на другую сторону. Фарк. Парк культуры, где нам сказали, открыли самую большую детскую площадку в России. Конечно же. Мы идем туда. Потому что каждый раз, когда мы приезжаем, что-то все равно новое открывается. Все надо посмотреть обязательно. Мы тут подзависли. Рассматриваем кораблики. Наслаждаемся, да? Деткам очень нравится. И мне очень нравится. Машут нам руками. Харик-решные. Не знаю, слышно или не слышно звук. Поют Харик-ришна. Все это хорошо, конечно, но... Зачем так? Всегда вот это провокационно афишировать свои направления именно в центре Москвы. Очень любят заниматься всяким ответвлением, скажем так. Да? Да. Зато весело, интересно. Несли изюминку. Изюминку, да. Смотри, капуста растет. А у капусты нам вряд... Это цветная капуста, а это белая качанда. Прикольно. Салат готов. А вот этот базилик. Уже идет монтаж катка. Так тепло и не верится, что прям уже очень скоро будет здесь и лед, и снег, и холод. И весь парк будет в катке. А я тут половину парка просто перекрыли, делать каток. Вот таким образом. Вот это самая большая площадка. Ой, Тёме сейчас понравится. Там кайфы вообще. Тёмыч, иди сюда. А, их крутят самостоятельно. А малыши там прыгают. На таком металлофоне. Ты пойдешь прыгать-то? Да. Да? Чего там, зайчик? Оп-па, оп-оп-оп-оп. Тут так непросто, конечно, ее трое вот. Ой, а как раскачаться? Оп-па, раскачай меня. Очень круто вообще. Конечно, очень-очень круто тут и прикольно. Вот это в такую погоду. И это вообще восторг. Сейчас еще подойдет братик Артемия. Мы и взрослые дети. Всем классно. И папа, и дядя. Все веселятся. Голова идет кругом от названий, да? Да, сели мы перекусить. Вообще, в кафе попасть прям, прям очередь надо отстоять. И вот что тут. Фагача с томатом, пармезаном. Загуски. Всякие креветки разные. Ну, как обычно. Итальянская в общем всякая еда. Это похоже на кипиш какой-то. Посиделки в парке, они такие, надо найти место, надо отвоевать стол. Надо просить официанта, чтобы тебе принести. Вообще, прикольно. Как тебе суп со спаржей? Да, машина едет. Дарина. Дарина очень волновалась, она успокоилась. Суп со спаржей нормально. Да. Уедет, да. Какой там горох. Что-то еще намешано. Ну, да. Ну, он не острый, его можно кушать. Да. Ну, по крайней мере, да, какой-то такой перекус. Ей нравится, она ест. Она много съела. Давай. Пока девочки бегают на полянке, наш Темочка бедненький перекатался на качельках и укачал, а он лег поспать. Артемий, ты сейчас упадешь. Ненавижу этот мост. Да, ненавижу это дело, гулять по Москве. И плохо, и качался на качелях, на Шартебе. Вот сейчас полегчало, он требует продолжения банкета. А мы уже не можем. Сил надо много, времени много. Классно, классно. Спасибо погоде, что была с нами такой прекрасной. Плану, после лучших выходных, мы, может, к вам и приедем, и вы к нам. Да, вот мы встретимся. Если мы уедем, то обязательно встретимся, конечно. В далекую страну. Лучше бы не уехали. Ну, лучше бы уехали, конечно, но... Может, по-всякому быть, пока билетов нет. И вот этот, вот этот вид, я его просто обожаю. Ночью мосты, все подсвеченные. Субтитры сделал DimaTorzok